Число жителей региона, прошедших полный цикл иммунизации, стремительно приближается к отметке в 1 миллион человек. Количество ревакцинированных от COVID-19 уже перевалило за 200 тысяч. В борьбе с коронавирусом Белгородская область сохраняет лидирующие позиции в стране. Высокий уровень вакцинации позволил нам летом этого года пройти практически без болезни. По нашим оценкам, если бы у нас не было такого высокого уровня вакцинации, заболевание было в 3-4 раза выше. Высокие темпы вакцинации не все слагаемы успеха. Для снижения заболеваемости в регионе продолжается большая комплексная работа. Это и закупка дорогостоящих лекарств и оборудования, и увеличение медицинского персонала. Привлекают молодую кровь различными способами, проводят целевые наборы, дают возможность молодым специалистам проходить практику на местах, обеспечивают жильем сотрудников. Успешно реализуется и программа «Земский доктор». Благодаря этой программе мы ежегодно привлекаем в сельское место большое количество врачей. Мы понимаем, что это первичное звено – врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи общей практики. Это врачи-эндокринологи, офтальмологи. Для борьбы с распространением инфекции перестроена система работы медицинских учреждений. С середины осени 6-я городская поликлиника принимает пациентов в режиме амбулаторного ковид-центра. Это позволило разделить потоки больных и повысить качество помощи. Такой подход высоко оценили на федеральном уровне. В Белгородской области достаточно ресурсов. Есть все нормативные правовые акты, есть медицинские работники, оборудование, всего в достатке. Ударными темпами продолжают возводить инфекционные центры в Терновке под Белгородом и в Старом Осколе. Необходимость их строительства продиктована временем. Они гораздо выгоднее привычных ковид-госпиталей, ведь смогут остаться востребованными и после пандемии. Ход работ жизненно важных объектов здравоохранения продолжает контролировать губернатор и его заместители. Кислород для концентратора устанавливаем, да? Устанавливаем, день прицелуем. К ним уже подводка сделана, да? Ну, подводка еще не до конца сделана. Отвязку. Нарушку сделаем, я думаю, что можно залить даже будет кислород и получить на бурбулятор его. Для информационной поддержки жителей в Белгородской области работает единый номер по коронавирусу 122. Сотрудники колл-центра работают по 12 часов в день, в две смены и без выходных. Исходящий обзвон роботам, тем людям, у которых запланировано продление или закрытие больничного. Опрос по состоянию человека. Клуб абонентов будет поступать врачам и им проще будет закрыть этот больничный. Теперь жители региона могут делать это дистанционно. Врачи уверены, чем меньше контактов в больницах, тем ниже уровень заболеваемости. А значит, такой подход позволяет не только разделить поток инфицированных, но и избавиться от очередей в поликлиниках. Михаил Перетокин, творческая команда мира Белогория, программа «Такой день».